Александр Галямов обратился к главе МОК с вопросом об олимпийских медалях. На Олимпиаде 2022 в Пекине Галямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной в составе сборной России, выиграл золото командного турнира, но медали вручены не были из-за начавшегося антидубингового расследования в отношении Камилы Валиевой. В январе 2024 года Валиева была дисквалифицирована, и результаты на играх аннулированы. Россия была лишена золота командного турнира и опустилась на третье место. Уважаемый экспонент Томас Бах, к сожалению, я не очень силен в языках. Мне действительно стыдно, так как за последние четыре месяца прилетает куча предложений о сотрудничестве на английском, поэтому попрошу объяснить. Скажите, пожалуйста, что значит идиоматическое выражение «An Olympic medal is forever»? В переводе означает олимпийская медаль навсегда. «Thank you very much», написал Галямов. То есть ему Галямов приложил футляр от олимпийской медали, которой получили все призеры командника без медали. Максим Маринин высказался об отсутствии Терри Тудберицы на российских турнирах. В этом сезоне тренер появлялась только на тех соревнованиях, где выступала Камила Валиева. «Есть штаб, где распределены роли. Я не знаю изнутри, как это работает, но когда ты, так сказать, на свете произвел победителя нескольких олимпиад, после эйфории никто не хочет на уровень ниже опуститься. Она всех внутри страны знает. Что она увидит на российских стартах? Его не видела раньше». Затем есть тренеры в штабе, которые ездят по внутренним стартам, а она занимается другими делами. «Новый прекрасный каток. Наверняка есть административные и хозяйственные дела, которыми можно заняться в Москве. Не обязательно ехать в другой город, если есть люди в команде, которые могут тебя заменить. Результат будет тот же». «Чего мотаться, когда ты можешь не мотаться», сказал олимпийский чемпион в парном катании. Максим Маринин высказался о дисклификации Камилы Валиевой за допинг. «Могу говорить только как сторонний наблюдатель, и у меня ощущение, что девочкой конкретно и не занимались. Интуитивно этот кейс хорошо закончиться не мог в силу определенных обстоятельств. Своего рода показательная порка. А человеку 15 лет, сейчас чуть побольше, но это все равно ребенок. И где искать поддержку? Даже просто моральную, не юридическую. Доводы, которые стороной защиты были приведены, смешные и несерьезные. Юридически дела так не делаются. Я не буду сейчас кидать камень ни в чей огород. Мне искренне просто жаль девочку, потому что так получилось, что она стала козлом отпущения своего рода. Я уверен, что в ее жизни будет все хорошо. Просто жизненный этап, связанный с фигурным катанием, не сложился, мягко говоря. Не сложился сообразно ее таланту и способностям. Человек не раскрылся так, как мог бы», сказал Маринин. Олимпийский чемпион оценил вероятность возвращения Валиевой в спорт после дисквалификации. Если бы она выступала за другую страну, где не было бы такой высокой конкуренции, то я бы мог поверить. Но сейчас нет возможности тренироваться в этой системе. Спортсменка такого уровня и класса просто выпадает из обоймы. А вернуться обратно очень сложно. Даже я, человек, который закончил давно со спортом, помню свое состояние после карантина. Все начинает ссыпаться. Быто не старался поддерживать форму, это бег за уходящим поездом. Форма уходит, а тут еще и самый сложный возрастной период у девочек. Поэтому почти стопроцентное отсутствие уверенности, что возвращение будет. На мой взгляд, человеку нужно подумать, чем она будет дальше в жизни заниматься. Цитирует Маринин на Спортэкспресс. Фигурорическое ряло Косторная высказалось о восстановлении после травмы. В феврале Косторная, которая выступает в паре с Георгием Куницей, перенесла операцию на плече. Сегодня дуэт провел мастер-класс на одном из катков в Москве. Как проходит восстановление? Гоша помогает? Гоша очень сильно поддерживает меня и помогает во время восстановления. Когда я объявляю мастер-классы, приходит столько людей, хотя они понимают, что я, может быть, не смогу показать чего-то из-за разряда вау. Это очень приятно, что столько людей заинтересованы во мне, в моей работе, деятельности. Я получаю невероятный отвлек. Хочется только продолжать и радовать болельщиков, сказал Косторная. В нынешнем сезоне Косторная и Куница заняли девятое место на чемпионате России. Александра Бойкова, выступающая с Дмитрием Козловским, объяснила, почему ей не удалось приземлить четверный выбор на прыжковом турнире. На прыжковом не получилось сделать четверной элемент. Главная сложность физическая или моральная. На прыжковом турнире, честно, очень надоедал таймер. На выполнение четверного элемента нужно давать чуть больше времени, потому что нужно много концентрации. Когда ты в одиночном катании, ты его один делаешь, а когда ты в паре, вам нужно совпасть. Это не физическая проблема, а моральная. Не с той стороны, что четверной надо сделать, и это так сложно. Просто это стрессовая ситуация, а в ней нужно контролировать свои эмоции. Мы работаем над этим, конечно же, сказал Бойкова. Дмитрий Козловский считает, что профессионалы могут выполнить работу в любой ситуации. Бывает ли, что нам надоедает программа? Мы считаем себя профессионалами. Много работаем. Профессионал умеет выйти и сделать свою работу вне зависимости от ситуации. Кто-то может выступать только в комфорте, но настоящий талант и профессионализм заключаются в том, чтобы включать себя по щелчку. Бывают дни, что мы устаем от программы, но мы не имеем права обращать на это внимание. У нас есть работа, у меня обязательства перед партнером, тренером и федерацией. Мы обязаны выполнять работу и демонстрировать ее, сказал Козловский. 24 февраля 50-летний юбилей отмечала одна из самых успешных тренеров в истории фигурного катания Этери Тутберидзе. Этери Тутберидзе была одной из пяти детей в семье, что сильно повлияло на ее личность, как она сама не раз рассказывала. Для анкера осталась 3,5 года и постепенно шла к спорту. «Я родилась в Москве, была пятым ребенком в семье. У меня три сестры и брат. Так-то родителям пришлось крутиться, чтобы поставить всех на ноги. В большом счете мы не нуждались ни в чем. Папа брался за любую работу. Он часто повторял, что наши дети должны быть одеты лучше всех. Если в семье один ребенок, никто не посмотрит, что на нем. А там, где пятеро, скажут «развели нищету», говорил он о маме. Рассказывал Тутберидзе в интервью пресс-службе Федерации своего грудного катания на коньках России. Сначала Этери занималась в группе Евгения Зеликовой, а затем перешла к ее супругу, которая был более именитым тренером Эдуарду Плинеру. Уже в юниорах у спортсменки был достаточно приличный по тем временам набор прыжков – двойной аксель, тройной сальхов и тройной тугл. Однако постепенно технический арсенал стал сдавать сбой. Сама Этери причиной назвала в том числе отъезды своего наставника на соревнования. Без него тренировки и разминки были недостаточно качественными. Все это закончилось трещиной в позвоночнике, которая помогла вылечить мать Тутберидзе. Помогли инъекции кальция. Возможно, лечение оказало и неожиданный эффект. Спортсменка за несколько месяцев выросла на 22 см, что плохо для одиночного катания. Юная Тутберидзе перешла в танцы на льду в группу Татьяне Тарасовой. Потом поработал с Еленой Чайковской, Натальей Леничук и Еннадием Акерманом. Снова с Тарасовой, но больших успехов уже не добилась, в итоге закончив спортивную карьеру. Несколько раз становилась призером этапов Кубка СССР, отбиралась в финал, но все это, конечно, не очень серьезные достижения. А затем уехала в Америку выступать в шоу «Айс Кападайс». Отработала там почти пять лет, рассказывала Тутберидзе в интервью «Спортэкспрессу». Поначалу не слишком успешная фигуристка нашла работу в российском балете на льду, в котором и отправилась на гастроли в Соединенные Штаты Америки. В США специалист работал со всеми подряд, начиная с самых низов, и за шесть лет добилась достаточно приличного положения. Она стала фактически жить на два дома, постоянно летая в Москву к родителям, и в итоге приняла решение вернуться на родину на постоянной основе. Поначалу найти в Москву работу было сложно. В середине юных пионеров, где Тутберидзе тренировалась в детстве, не было вакансий, не смогла ничего предложить известный тренер Елена Чайковская. Не было мест и в ЦСКА. Несмотря на готовность молодого специалиста работать бесплатно, лишь после звонка в цирк на льду удалось получить сразу две площадки на Таганке и в Братеево.